Здравствуйте! На ИКС новости в студии Наталья Двойцина и смотрите выпуски. Сенокаток. В течение года инвестор должен достроить ледовый дворец в загородней балке. Соблюдайте ПДД. С 20 января неправильно припаркованные автомобили начнут эвакуировать. Вновь в Севастополе в город прибыла икона Пресвятой Богородицы умягчения злых сердец. В пятницу Севастополь получил на 20 мегаватт больше электроэнергии, чем сутки назад. Это позволяет в утренние часы пик не ограничивать жилой фонд. Однако лимитов недостаточно для вечерних нагрузок. В работе 21 дизельный генератор. Жильцов просит не блокировать личным автотранспортом пути подъезда машин с топливом к установкам. Подобная ситуация вот уже два раза имела место на проспекте Октябрьской революции, когда заправщик не смог подъехать к дизель-генераторам. Информацию озвучили в пятницу на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧАЭС. По итогам вчерашнего визита на северную сторону Департамент здравоохранения уже сегодня организовал выезд мобильной аптеки в Солнечное. И в течение суток обязуется разработать предложение по открытию круглосуточного дежурного пункта. Сергей Миняйло поручил принять кадровые меры в отношении директора аптеки номер один, что на проспекте Октябрьской революции, дом 33. На привательское отношение к людям. Женщина приехала из Качи в документе на получение льготных лекарств. Фамилия, имя, отчество написано правильно. Стоит печать. Но ошибка в одной цифре. Лекарство не продали. У женщины ребенок, за которым она смотрит. В больнице рецепт на льготные лекарства дали на старом бланке. Лекарство не продали. Мужчина в аптеке взял ксерокопию документов вместо оригинала. Льготные лекарства не продали. Заведующий аптеки хамит. Перед носом хлопает дверью. Все покупатели недовольны именно заведующей. Уволить и мне копию приказа. Кроме того, по результатам объезда северной стороны Сергей Миняйло поставил задачу создать инициативную группу и навести порядок на площади Захарова. Демонтировать там самовольно установленные нестационарные торговые объекты. Ликвидировать незаконную торговлю. Упорядочить движение автотранспорта. Предоставить план ремонта дороги, ведущей к пляжу Чкуевка. Средства есть для демонтажа нестационарных торговых объектов. Они выделены. Почему? Не работает. Это касается рекламных конструкций. Тоже ясно? Мне график их демонтажа. Не то, что мне докладывают друсенцев. Там баннеры какие-то, не маленькие, как он называет, малые рекламные конструкции. Меня интересует все то, что гадит вид города. Это билборды, сетилайты, рекламные конструкции, которые на фасадах размещены. Отдельное поручение было дано представителю Департамента труда и социальной защиты населения. Симоног, дом 53, квартира 57. Седьмой подъезд. Там у нас талантливая девочка наша проживает, Алиса. Знаете, да? Разберитесь, на сегодняшний момент необходим корсет и пандус для подъезда. Поехать на место, посмотреть и мне предложение. Строительство ледовой арены в Севастополе инвестор должен закончить в течение этого года. Земельный участок в загородной балке сдан в аренду сроком на 15 лет. Постановление утверждено сегодня на внеочередном заседании правительства. Недостроенному спортивному объекту уже более трех лет. Теперь юридическое лицо спортсервис обессуется завершить строительство ледового дворца, пополнять городскую казну и организовать бесплатные занятия для спортсменов. Первоначальная арендная ставка 166 тысяч рублей в месяц. По завершению работ проведут рыночную стоимость сооружения. Она будет пересмотрена. Ранее озвучивалось, что здесь будет большой спортивный центр с площадкой на полторы тысячи мест, где ребята смогут заниматься не только хоккеем, но и фигурным катанием и другими ледовыми видами спорта. Невыполнение сроков сдачи объекта или запрет на бесплатные занятия для спортсменов станут основанием для расторжения договора аренды. Очень жесткие условия ставятся арендатору, что он обязан провести техническую экспертизу объекта, государственную экспертизу, проектно-сметной документации по данному объекту. В течение года он должен завершить строительство объекта, сдать его в эксплуатацию и, соответственно, на льготных основаниях, то есть бесплатно обеспечивать участие спортсменов города в тренировках в данном ледовом дворце, проведение массовых, культурно-массовых мероприятий, и спортивных мероприятий в данном помещении бесплатно по требованию управления по делам спорта, туризма, то есть в интересах города. С 20 января в Севастополе автомобили, припаркованные на тротуарах, площадях и пешеходных переходах, будут перемещаться на штрафстоянку. Водители, оставляющие свои транспортные средства в неустановленных местах и не обнаружившие машину по возвращению, о ее местонахождении смогут узнать по круглосуточному телефону. Плюс 7 978 034 7480. Горячая линия будет работать при Севастопольском автодоре. Именно эта организация займется эвакуацией до того момента, пока в городе не создадут специализированное казенное учреждение. Адрес стоянки – улица Мечникова, владение 73. Временно севастопольские водители смогут получить обратно свои транспортные средства бесплатно. Хотя в целом по стране штрафы за неправильную парковку велики. Так, например, в Москве в прошлом году стоимость только лишь эвакуации на штрафстоянку. В зависимости от класса машины обходилась автолюбителям от 3 до 27 тысяч рублей. Посуточное хранение на столичной площадке стоило от 500 до 3 тысяч рублей. Плюс штраф от ГИБДД. На сегодняшний день в городе есть два эвакуатора. Именно они приступят к работе с 20 числа. До конца месяца ожидается прибытие еще двух машин. С 20 числа мы начинаем процедуру эвакуации. На сегодняшний день для граждан плата взыматься не будет за хранение автотранспортных средств и за их перемещение. В первую очередь там, где размещены знаки, работает эвакуатор. Это однозначно будет в первую очередь эвакуация транспортных средств. Это центр. Во вторую очередь это будет северная сторона. Альтернативные места для парковок сейчас прорабатываются в правительстве. Поскольку транспортная инфраструктура не справляется с автомобильным потоком, губернатор Севастополя Сергей Миняйло поручил детально разработать проекты парковочных зон. По предварительным данным на территории города будет шесть стоянок. Ни в одном другом субъекте Российской Федерации нет такого количества государственных управляющих компаний, как Севастополь. Об этом губернатор Сергей Миняйло напомнил коммунальщикам на итоговом годовом собрании, посоветовав руководителям внимательнее отнесись к своей работе. Ведь в противном случае граждане смогут сменить организацию на частную. Для управляющих компаний это будет означать только одно – уход с рынка. Анализ обращений граждан за 2014-2015 годы показывает – топ вопросов ЖКХ возглавляют нарекания на вывоз мусора, состояние внутридомовых территорий и подъездов. Все услуги, входящие в минимальный перечень, должны предоставляться ежедневно и без напоминаний сверху. Глава города подчеркнул – правительство намерено поддерживать государственные управляющие компании и в целом считает их работу, в том числе в подготовке к зиме, эффективной. Исполнительная власть ждет взамен от коммунального ведомства полной отдачи в работе и предоставления качественных услуг. У нас впереди программа капитального ремонта многокративных домов. В этой программе капитальный ремонт того живого фонда, который находится у вас сегодня в управлении. Это внутридомовые сети и так далее. Перечень ремонтных работ он определен. Управлять этим фондом будет лучше. Но почему обращаются севастопольцы? Они в первую очередь хотят увидеть то, за что, или ту услугу, за что они платят. Так же Киев, вы, все здесь сидящие. И эти услуги мы с вами должны предоставлять. Сегодня в некоторых районах города нет воды. Об этом сообщает прислужба предприятия «Водоканал». Так, от подачи отключены часть домов по улицам Куликово-Поле, Николая Музыки, Кашевого, а также дом номер один по проспекту генерала Острякова. Аварийные работы будут вести ориентировочно до 17 часов. Сотни верующих попросили Амирию Пресвятой Богородицы в храме Святого Владимира в Херсонесе. В Севастополь вновь прибыла икона Семистрельная. Один из самых сильных чудотворных образов на Руси. 13 января святыня побывала в Симферополе. Вечером следующего дня после крестного хода в небе над границами Крыма она приземлилась на Севастопольской земле. После молебна прихожане приложились к иконе и попросили о самом сокровенном. Далее Анна Леготина. Святыня Великой Руси. Чудотворная икона Пресвятой Богородицы умягчения злых сердец. Вновь в Севастополе. Там, где начиналась история русского христианства, у храма Святого Владимира в Херсонесе собрались сотни прихожан. Смиренно ждут икону, пока та находится в пути, облетает границы всего Крыма, тем самым защищая жителей полуострова. Каждому, кто пришел к храму, есть чем поделиться, чего просить, преклоняясь к образу. У каждого своя боль и радость. Решили прийти к иконе. Потому что искренне верим в Бога. Потому что семистрельная икона, она защищает всех православных христиан. Мы, как верующие, решили прикоснуться к святыням нашим православным. Попросить здоровья, благополучия, мира. Мы же христиане. Мы обязательно должны к святынькам прилаживаться. Чтобы мы и не болели, чтобы у нас укреплялась и вера истинная. Богородица, заступница наша. Поэтому поклониться, приложиться, благое дело. За ближних попрошу. За детей, за внуков. За семью свою. За мир во всем мире. За ступничество будем просить. Опять помощи просить. Как же. Матерь Божия, она оберегает, защищает, помогает. Икона семистрельная, так ее еще называют, в Севастополе уже не первый раз. Несколько лет назад она замироточила, пребывая в наш город. После этого чуда для верующих полуострова образ стал особо почитаем. Прибывала Богородица и в дни Крымской весны, поддерживая всех и благословляя на мирное будущее. Так и в этот раз на службе, которую проводил благочинный Севастопольского округа протеерей Сергий Халюта, молились о мире в стране и на всей планете. Матерь Божия через эту икону как раз таки и дает нам вот это великое утешение, умягчая злые сердца людские. Что может сделать злой человек? Злой человек может совершить любое преступление. Но когда этого злого сердца, этого каменного сердца касается любовь к Божьей Матери, когда касается любовь к Богу, это сердце становится плотиным, и человек становится иным совершенно. Икона Пресвятой Богородицы Семистрельная – один из самых сильных чудотворных образов на Руси. Она поддерживала веру людей в самые тяжелые времена – войны и мятежи, сохраняла любовь в мирные дни. Священнослужители уверены, сегодня, когда так много разногласий, важно каждому верующему попросить у Богородицы о мире для всех людей на планете. Анна Леготина, Деливер Минжитов, информационный канал Севастополя. Лучшие снимки 2015 года представил народный фотоклуб «Брик». В четверг открылась отчетная выставка работ его участников. Такой традиции Старый Новый год отмечают уже 56 лет. Столько же времени существует и сам клуб. Сегодня он насчитывает 60 человек. Свои лучшие снимки за прошедший год на выставке представили 35 авторов. Всего в экспозиции около 40 работ в разных жанрах. Каждый участник отобрал для выставки достойнейший, по его мнению, снимок. В экспозицию вошли работы как новичков, так и опытных фотографов. В день открытия провели конкурс. Гости выставки определяли три лучшие фотографии путем тайного голосования. Имена авторов зрителям неизвестны, у каждой работы есть только номер. Отчетная выставка продлится две недели. Любая работа должна вызывать какие-то эмоции. Работа не должна оставлять равнодушной. То есть она должна зацепить человека хотя бы чем-то. Просто если вы проходите мимо работы, ну так взглянули, да, ну красивое какое-то пятно, не более того. Но если она вызвала какие-то эмоции, это уже хорошая работа. Я сидела, значит, наблюдала в столовой за детьми. Эта девочка, она так сразу заметила камеру, вот, ну и так, можно сказать, глазки построила чуть-чуть. Вот, обратила на меня внимание. Мне очень понравился этот взгляд. В нем что-то есть, ну, что-то живое, наверное, что-то такое искренне очень. Поэтому, ну, может быть, он немножко какой-то боязливый, может быть, немножко кокетливый. Поэтому я выбрала эту фотографию. Такие новости к этому часу. Хорошего продолжения дня.